Добрый день. Спасибо огромное за возможность выступить в прекрасной компании. И прошу прощения, что я поднимаю неможенное время победы, что я принимаю. Мы уже тратили много времени. Градет начнется, я думаю, где-то на примерно 30 минут, 20-30 минут больше, чем будет у вас. Да, уязвимая позиция. Залом и ответом. Я постараюсь в пору. Собственно, вещи, которые меня интересуют, которыми я занимаюсь, редактируя, работая с авторами, неизбежно, это почему мы оказались в такой ситуации, как сейчас, почему мы так живем, в чем проблема, каким образом смешались взаимные идеи, в частности, идеи капитализма и свободного рынка с нашей историей, с нашим историческим наследием. Мне кажется, здесь, если посмотреть внимательно, мы увидим немало интересного и немало уже, как бы, самих вопросов, возможно, ответов содержится. Мне кажется, если посмотреть на наше наследие, то мы увидим там такие, ну, как бы, существенные для нашей сегодняшней ситуации. Я выделил бы три таких раздела, которые можно обозначить, ну, как бы, которые существенны для нашего сегодняшнего состоялости. Используя популярную метафору, можно сказать о том, что есть вот железо, как hardware, есть программное обеспечение, software, и еще один, третий раздел, о котором я чуть позже скажу. Ну, как бы, если говорить о железе, это, в общем, понятно, это физические вещи, которые нас окружают, большая часть, до сих пор, несмотря на 20 лет, это большая часть зданий, и, так сказать, такого физического, инженерного планирования, где-то все это, как бы, создавалось в советское время. И этим, в частности, объясняется, например, большая часть граждан страны живет, там, допустим, в многоэтажных панельных зданиях, которые планировались, которые создавались для того, чтобы срочно решить приличные проблемы. Допустим, в 63 годы, основной пик такого рода планирования. До сих пор мы живем, допустим, с не очень удобными коридорами, не очень удобными комнатами и низкими потолками. Многие знают. Если говорить о ИИТР, интересно, что даже в капиталистическую эпоху мы видим сейчас, как и за последние 20 лет, очень часто бизнесу гораздо выгоднее эксплуатировать старые решения и продавать, чем создавать новые. То есть, по-прежнему, продавать, допустим, панельный заман скорее, чем создавать расселение другого типа, а для этого нужна инфраструктура, для этого нужны вложения совершенно другого уровня и просто, получается, невыгодно создавать другое качество жизни, проще продолжать, производить одно и то же, производить тех обрешений, которые были созданы в советской области. Если посмотреть на сторону, переходя ко второму пункту, так сказать, программирования, того, что тоже очень существенно для инфраструктурного наследия, это то, как управлялись советские структуры. Они создавались, для чего они создавались, какими способами управлялись. Например, мы многие годы не можем решить проблемы наших силовых структур. почему они так работают? Почему наша правоохранительная сфера устроена не так, как во многом других странах? Ну, во многом потому, что и прокуратура, и полиция, милиция в советское время, и суды создавались не совсем для тех же целей, для каких они создавались, во многих других странах. То есть, в общем и целом, это был единый организм, единый механизм, точнее, для решения, прежде всего, вопрос контроля над населением. Это была гаражная система. Она находилась в управлении у партии, у группы людей, которая претендовала на знание истины в последней ситуации. Задача была просто силовым способом держит противодействие. Для этого использовалась милиция, для этого прокуратура, для этого суды. Не совсем понятно, для чего это было нужно, поскольку они не соответствовали своим названиям, но тем не менее парадоксально, но советские руководители всегда любили свои решения, в том числе каратины и проводить через правоохранительную систему так, чтобы это выглядело как в цивилизованной стране. Решения выносились в судах. Там даже были присяжи. Это было какое-то пристрастие к форме, которое возможно надо почтить только эстетическое. у него не было глубокого настоящего смысла. И мы получили вот этот карательный блок в совершенно практически неизменном виде наследства. И все, что с ним произошло, это то, что люди, которые там работают, научились не пользоваться своей полномочной, они научились их за последние 20 лет с приходом в рыночную систему, они научились на этом зарабатывать, монетизировали свои полномочные. Точно так же во многих других сферах в здравоохранении, пройдя лично много через больницы, когда болела моя мама, например, я много раз поражался тому, как все это бесчеловечно устроено. Получить услуги хорошего качества в принципе можно, если ты знаешь только. И это как бы всегда происходит где-то поверх системы, сбоку от системы, всегда включает какую-то минимальную, так сказать, коробку свою, которая там либо отношения, либо какие-то подарки. и это всегда неудобно, и это всегда как-то ненормально, и в конце концов безчеловечко, потому что есть люди, которые не могут получить доступ к хорошим государствам. и получается, что точно так же даже в этой системе, которая еще ближе к человеку, старые советские структуры и люди, которые уже работают, по сути, просто научились, опять-таки, монетизировали свои прежние полномочия и научились на этом, зарабатывать. во многом тоже происходило и в образовании и в других сферах коммунальных услугах, которые представляют собой большой бизнес. по сути, можно говорить о том, что государство, выросшее как гриб на месте вот этой советской системы, оно состоит из множества структур, монетизировавших старые советские полномочия. Они, как бы, можно даже сказать, по-своему эффективны, государство, потому, что оно очень хорошо понимает, точнее, люди, которые работают, люди, которые особенно находятся близко от ресурсов, на ресурсных министерствах и организациях, госструктурах, которые связаны с распределением ресурсов. Люди очень хорошо поняли, как зарабатывать на этом, как использовать эти личные выгоды. если, условно говоря, людям не хватает жилья, то можно продавать жилье очень дорого, а если бизнесам очень трудно подключаться к основной инфраструктуре, допустим, к электричеству, газу, воде, то можно продавать это подключение дорого, и так далее. Если очень мало качественных медицинских услуг, то можно продавать хорошие медицинские услуги, очень дорого. И вокруг это вот вам, пожалуйста, спрос и предложение. Огромный спрос, очень маленькое предложение, и мы получаем блестящий бизнес. В этом смысле государство и огромное количество бизнесов связано с ними, созданных самими же чиновниками. Они процветают именно потому, что они контролируют изначальную ситуацию, вот эту ситуацию, в которой есть очень маленькое предложение и очень большой спрос на множество услуг, так или иначе связанных с социальным обеспечением. Не думаю, что какой-то заговор, я не хотел бы, чтобы это так выглядело, что был какой-то один гений, суперпрезидент, который придумал, что именно таким должен быть русский капитализм. Это сложилось само собой, скорее, не из-за действий конкретного одного человека, а из бездействия многих людей и из активности каких-то конкретных людей, научившихся зарабатывать на том, что они полицейские, на том, что они врачи, на том, что они работают в коммунальной сфере, на том, что они работают в Газпроме или в электрических компаниях, и потому могут на этом зарабатывать. мы получили совершенно такой бесчеловечный капитализм, в котором, как мне кажется, если есть какая-то невидимая рука, придуманная в свое время Татаном Смиттом, то она не управляет, не сводит множество частных интересов к общему благу. Она скорее в силу этой удивительной извращенной ситуации, в которой мы оказались, она ставит огромное большинство потребителей в положение крайне вязвимое, негативное положение. Мы, по сути, создали за последние 20 лет то, что в бизнесе называется рынком продавца. Государство создало рынок продавца. Продавать гораздо выгоднее. Покупатель, как потребитель или гражданин, находятся очень часто в унизительном положении. Опять-таки в тех же больницах, сталкиваясь с правопроводной системой, с коммунальной системой, на дорогах дальше, огромные пробки связаны с тем, огромный спрос и очень маленькие предложения. Это институциональное наследие. И еще важный философский наследие, поскольку я не знаю как лучше это описать. В силу того, что больше семидесяти лет мы существовали в системе государственного планирования, мы получили отношение к руководству, к управлению в наследство от людей, мысливших как политические инженеры, людей, мысливших как изначально, людей, мысливших как строители утопы. Если говорить, здесь, как мне кажется, очень важное развечение, и это философская часть нашего наследия, важная, она речь идет об отношении к человеку, о природе к человеку. Для простоты можно говорить о двух пониманиях. Понимание трагическое и понимание утопическое. Что такое трагическое понимание природы человека? Изначально испорчено. Человек вспомин порог к злоупотреблению. Нельзя оставлять человека одного с чем-то ценным, в том числе например с глазами. И утопическое понимание, которое отрицает, как бы в него не входит понимание человека как его испорченный природ. утопическое понимание предполагает, что если иметь правильный план, то любой обладающий нужным знанием может создать новое государство, новые структуры и управлять государством за всеобщему благу. Это простое, но другое очень важное развлечение, которое никогда, как мне кажется, в российской традиции не имело должного внимания, не обращало на себя должного внимания, не было серьезной дискуссии. понимание терапическое и утопическое лежат в основе двух разных моделей отношения государства. Несколько упрощаю, можно сказать, что я здесь цитирую психолога Стивена Пинкера, Гарвардского психолога, который как раз писал об этом книге «Чистый лист», «The Blind State», о том, что трагическое понимание, это скорее ближе к капиталистическим государствам, основанным на идеологии свободного рынка. И утопическое понимание, это скорее левое наследие, скорее государство, созданное в той или иной степени под влиянием социалистических идей. Мы храним вот эти трех Мы в нашей сегодняшней ситуации неизбежно летаемся наследниками вот этих трех групп факторов. мы одна из проблем власти, одна из проблем сегодняшнего государства в России она в том, что несмотря на 20 лет экспериментов с рынком, мы сохранили и советские структуры, и вот это отношение к управлению, которое предполагает, что сдержки и противовесы от ограничений человека просто не нужны. Я могу, наверное, процитировать как мне устройство государства должно противостоять порогам человеческой природы, оно должно противостоять искушению злоупотреблять власть, то есть само устройство государства оно проистекает из понимания того, что такое человек. Для наших англоязычных людей я могу точно привести цитату по-английски из Medicine If men were angels no government will be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal control on govern would be necessary. То есть мы получили в наследие вот это утопическое отношение к управлению, при котором люди, управляющие государством по сути, не зная этого, считаются ангелами. То есть они считают, исходят из того, что сами они безгрешны и их можно допустить к управлению просто потому, что они там находятся. Не нужно никак их контролировать, не нужно никак их сдерживать. В этом нет нужды. И потому мы получаем вот это совершенно извращение системы, в которой мы вынуждены существовать. правителей, которые не терпят над собой никакого консоля и делают все, чтобы в любые попытки влиятельные действия не были реализованы, будь то через свободную прессу, через независимый парламент, через негосударственную организацию. Все это отметается. И опять-таки невольно за этим неизбежно за этим стоит понимание того, что человек, находящийся в углахе, не нужно контролировать. Значит, он безгрешен. Значит, само пребывание в углахе уже сделает его. Создает для него нету позицию безгрешности. Это почти что доведение ситуации. Эти люди практически считаются государинским папой, поскольку их решения приняты на кафедре, их решения приняты в процессе управления государством, как бы не подлежали спору. Ну, и вот в этой ситуации эти люди управляют с помощью тех советских структур, с помощью людей, которые в этих советских структурах министерствах и государственных компаний научились торговать советскими прежними полномочиями и дезисусами. Таким образом, рынок внес в человеческую ситуацию в России скорее новые испытания. Нельзя, конечно, говорить о том, что эксперимент последних 20 лет как бы совсем провалился, был неудачным. Нет, никаким образом. Объективно большая часть граждан в России живут сейчас материально лучше. Возможно, возможно, что никогда в истории России чисто материальное благополучие не было таким высоким, как сейчас. Это вопрос некоторого спора, но возможно, что это так. Тем не менее, вместе с этим мы получили и целый набор таких морально принравленных проблем, которые вызваны не столько самой идеей свободного рынка, сколько скрещений идеи свободного рынка с вот этими особенностями нашего наследия, советским железом, советским программным распечением и этим неверием грешную извращенную природу человека, которая приводит попытки создать неподвиженное правительство. как выйти из этой ситуации я сейчас заканчиваю как выйти из этой ситуации для начала ее осознать Понятно, что невозможно быстро перестроить дома или перепландировать улицы, но можно что-то поделать с тем, как устроено управление внутри государств, внутри тех же силовых структур, которые управляются так, что по сути, если мы вспомним правопалочную систему, то по сути управляются так, что скорее генерировать преступность, чем защищать от нее граждан. Можно думать об изменении вот этих вот программных установок. И конечно же нужно всегда задуматься о том, что власти должны находиться не просто безумные, а могут быть самые разные люди. Важно, чтобы они не были бесконтрольными, важно, чтобы всегда была возможность у общества опять-таки через прессу, через независимых представителей в парламенте, через неправительственные организации, контролировать тех, кто находится, кто в данный момент принимает политические решения. Это звучит просто и как-то банально, но это очень глубоко нас. И думаю, что в российской истории практически не было ситуации, когда такого рода отношения к власти возобладали. Оно пока еще практически не было таких эпизодов. Если это были очень короткие периоды, в семнадцатом году, может быть, в самом начале девяносто, или кто, нельзя об этом говорить всерьез. На протяжении большей части нашей истории у нас как бы невольно, само собой, по дефолту, мы живем в соотношении к человеческой природе как утопической. Мы согласны с тем, что во главе находится непогрешимый правитель, будь то монах, будь то генеральный секретарь коммунистической партии, будь то в нынешней ситуации президент. Как будто бы каждый раз есть некая сверхидея, которая дает высшую санкцию этому руководителю на то, чтобы не принимать любые решения, которые ему заблагорассудятся, и при этом еще неотвечательно. В российской истории, опять-таки, в случае монарха это была религиозная вера, это было религиозное убеждение, в том, что власть напрямую религируется Богом. В советское время это была идеология, опять-таки, нечто стоящее надзаконно, и невольно как бы санкционирующее, санкционирующее любое действие, делающее любое действие власти безгрешен. сейчас у нас по сути та же ситуация. Не очень понятно, что выполняет эту функцию. Сейчас ни православная вера, ни идеология не имеют такой власти. Можно предположить, что это некая просто вера во власть как стыковую, сопряженная с неким пониманием того, что все имеет цену, с такой безграничной верой в деньги и материальные ресурсы, которые используют российские елиты. Это мое предположение. Не знаю. Мне кажется, что вот это пространство над обществом и над законом на самом деле сейчас пустую. Возможно, оно чем-то будет занято. Может быть, снова православные веры, которые сейчас находятся официально по крайней мере на подъеме. Может быть, чем-то еще. На этом закончу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Максим. Мне просто я хочу сказать, что главная проблема в нынешней России, как вы видите, это вера в некую решимость власти видимо виновных домах, виновных домах, которые говорили себе кумира. Вы упоминали несколько различных возможностей сдержек для власти. Речь была не про Орландер, свободную прессу, православную церковь, если бы она была более сильна. вновь. Мой вопрос про экспертов, которые в своем большинстве являются вашими авторами. Кажется, экспертное сообщество могло бы стать одним статистическим делом в правительстве и я в том числе, больше, чем те вложения, которые делают эксперты в другие организации. или все-таки в большей степени эти советы, комментарии сделаны желательно. Что кажется вам в среднем более комбатологом? Ну, как вы в один дарвии сами чувствуете, влияние экспертов крайне ограничено. на так сказать поле семей, на производство политических решений люди, обладающие действительно качественными экспертизами влияют минимально. Ну, точнее, они влияют и решения, которые в конце концов принимаются так или иначе содержат предложения иногда самых лучших экспертов. Вопрос в том, как делается выбор, то есть что из предложенного в результате становится действующей политикой, что нет. И сам этот выбор и есть, мне кажется, наилучшая репрезентация того, как действует наша система власти. Она может позволить взять только то, что считает на сегодняшнюю секунду самым удобным или самым политически возможным, безопасным. Есть разные объяснения, почему то или иное решение выбираются. Но очень редко это будет объяснение наилучшей политики для роста благополучия граждан или наилучшее решение в каких-то конкретных случаях для развития дорожной сети того или иного города. Сами причины решений могут очень часто быть очень сиюминутными и объясняться скорее власти удержания или какой-то межвластной борьбы внутри группировок внутри правительства или администрации президента. Вы лучше меня знаете. Экспертное сообщество безусловно и вообще отношение между экспертным сообществом и власти очень интересная тема и во время это сами предстостоящие здесь эксперты могут гораздо интереснее об этом рассказать. Но в целом мне кажется что это блестящая иллюстрация как раз того, что власть может позволить себе совершенно произвольно выбирать из большого набора предлагающихся решений то, что просто считают в данный момент удобным. Во многом еще, потому что еще короткая вещь. Очень часто если вы посмотрите публично представлены программы иногда довольно качественные сферы просто откладываются в сторону и мы забываем они исчезают из публичной сферы мы не понимаем на самом деле по какому плану действует нынешняя руководство самым блестящим примером программа 2020 так называемая которая с одной стороны есть с другой стороны ее как бы нет большая группа экспертов включая будущие вузы включая вуз Владимира Александровича Мау и Вышку люди подготовили какой-то план сейчас самая одна сгорячая степень пенсионная реформа в той реформе которая предлагается практически нет следа есть некоторые может быть следы но нет основных идей и смысла тех предложений которые существуют в программе 2020 каким-то образом решение принимается помимо официально опубликованных документов и планов тоже касается статьи Путина например опубликованных то есть те вещи которые реализуются сейчас вся эта большая законодательная программа Владимира Путина которая реализуется последние 3-4 месяца она ведь никаким образом не была заранее объявлена мы предвыборные кампании не слышали ничего о том что правительство собирается бороться с демонстрантами повышать штрафы это гигантских сумм создавать проблемы иностранному финансированию практически любой деятельности называть организации некоммерческие организации называть их иностранные агентства не планировать резко менять государственные изменения в общем создавать такую довольно жесткую неприятную атмосферу давления на свободных граждан на средний класс прежде всего то есть есть всегда в нашей ситуации такое разделение на некую публичную официальную поведенную дни которые существуют для журналистов или наверное для иностранных приятных можно было съездить представить идеальные пожертвы дня которые будут знаем за одним числом большое спасибо за ответ я на вопрос мне кажется одной самой хорошей кон縣 с у к я не Собственно, лично для меня этим примером является закон о договоре. То есть это был, наверное, единственный случай, когда профессия объединилась, когда ведущие, наиболее известные, российские экономисты, подписали обращение против принятия этого закона, и мнение о профессии в целом было бы проигнорировано. На самом деле это может не быть такой большой проблемой, когда проигнорировано мнение какого-то отдельного эксперта, но тут подтверждается ваш тезис. Прайдерство имеет возможность игнорировать не только мнение отдельных экспертов, но и экспертного сообщества, как и такового. Вот на, так сказать, госпожа Маклоске в начале нашей очень длинной сессии упомянула семь добродетелей. Одна из этих добродетелей была выдержка, temperance. Мне кажется, что вы в этом составе ее блестяще проявили, и я хочу поблагодарить вас за эту добродетель, и извиниться, тем не менее, что вам пришлось ее проявлять. Большое всем спасибо. Мы продолжим разговор примерно через 30 минут.